всем привет специально для форума строим дом хотел бы снять небольшой видео обзор рассказать плюсы и минусы миксера интерскол да я на форуме уже там писал что у меня есть миксер да что их у меня даже два сейчас второго нет чтобы его показать пока поэтому показываю вот этот миксер это уже второй первый у меня находится не в этом гараже он мне уже побывал в ремонте как я раньше говорил в нем меняли кнопку и электронный блок управления оборотами вот этот вот который вы сейчас видите после чего он отказался работать у меня от генератора поэтому я купил 2 и честно вам скажу я не жаляю что его купил и так плюсы и минусы первый плюс это венчик прошу прощения кстати за обстановочку снимаю в гараже грязный то есть рабочий миксер да без всяких украшательств и не в целях рекламы значит венчик венчик диаметром 160 миллиметров длина штука где-то приблизительно 60 60 может быть 70 сантиметров венчик я вот в этих вот местах уже два раза подвал потому что он просто изнашивается и вот этот вот диск или окружность кольцов как угодно назвать и тоже уже подустали надо будет его немножко наварить наваривал полуавтоматом но это отдельная тема если до этого дойдет я снимал отдельное видео на это значит плюсы и минусы обязательно всем кто будет покупать миксер рекомендую с разъемным штоком то есть венчик который откручивается вот эта гайка с самим миксером откручивается здесь дальше есть продолжение вот этого тела с резьбой она вкручивается непосредственно шток самого миксера обязательно смажьте его потому что видите да по цвету что вот здесь вот находится он до этого уровня находится в смесях поэтому очень высокая вероятность того что он вот здесь вот заржавеет закиснет и так далее и тому подобное далее вот здесь вот есть вот четыре таких болта если вы купите им на такой миксер я вам рекомендую однозначно открутить эти четыре болта и добавить туда смазки потому что сам изготовитель зажал смазку по-другому я это не объясню следующее вот здесь вот есть какие еще плюсы у миксера есть вот я попытаюсь сейчас повернуть вот такой вот электронный не электронный редуктор механический редуктор который дает нам возможность работать в двух диапазонов скоростей значит редуктор надежный вы его принцип его работы вы увидите тогда когда открыть эти четыре болта и отсоедините эту часть тогда вы сможете добавить туда смазки и поймете принцип его работы кроме этого есть электронный блок управления оборотами миксера я вам очень рекомендую не разрешать строителям и самим во время работы миксера не крутить этот регулятор потому что если вы начнете его крутить очень высокая высокая вероятность того что миксер выйдет из строя он не справится с той нагрузкой которая возникнет во время кручения вами наращивание вами поднятием вами оборотов или уменьшения но обычно мы крутим туда добавить мощности добавить оборотов потому что что-то вдруг не тянет значит это у меня миксер или два таких миксера суммарно намешали я думаю что около 50 кубов бетонов и строительных смесей естественно не за один день то есть они у меня просто активно использовались строителями для того чтобы я как и все фармчанины строим домовцы до строя себе дом поэтому вот он у меня был предназначен для подготовки кладочных смесей цементно-песчаных и для подготовки небольших порций бетона правда у меня был случай и острый один день необходимость залить как оказалось 6 кубов то есть я рассчитывал что там будет ну может быть два куба но может быть три по факту оказалось 6 за день за один рабочий день даже там с девяти до пяти не даже не с 9 а там с десяти до пяти вот этот миксер замешал спокойно 6 кубов бетона мы использовали больше 60 65 мешков цемента использовали не продали а именно было использовано следующее что я хочу сказать я готовлю смеси растворы или бетон в водях по 90 или 110 литров очень вам их рекомендую в воде такой очень удобно работать не знаю сказал я или нет в воде такие можно купить строить в крупных строительных супермаркетах таких как синего цвета строительный супермаркет и зеленого цвета строительный супермаркет дабы не было рекламы да очень удобно и вот эти вот металлические ручки они это не служат как дополнительным упором единственное что я порекомендовал выкрутить вот здесь вот у меня четко видно или давайте вот здесь он будет лучше видно вот здесь вот стоит оригинальный болт под шестигранник а вот здесь вот уже обычный вот они имеют свойства самый ненужный неподходящий момент выкручиваться поэтому я рекомендую выкрутить до крутите нормально нормальные болты на м6 длиной 15-16 миллиметров этого будет вполне достаточно все миксеру я больше кроме того что добавил смазковый редуктор я больше ничего не делал вот этот миксер у меня уже два года сейчас пошел ему 3 и предыдущий миксер у меня отработал три года вопросов к миксеру нет при выборе миксер или бетономешалка я выбираю миксер по причине того что он занимает мало места он разборной и он мало весит и его очень легко транс перевозить не надо брать бетономешалку не надо поднимать тяжелые ведра вверх а потом пытаться на собственных мышцах вывернуть из бетономешалки смесь ты все делаешь на на полу но то есть в бадье твоя задача удержать этот миксер если кто-то сомневается по поводу его мощности то я могу сказать так что если вы поставите дадите этот миксер страдить очень худенького строитель доходяги то можно увидеть картину как плавно строитель наматывается на миксер у миксера действительно очень высокий крутящий момент где-нибудь после вот этих вот слов я вставлю видео снятое на телефон просто снятая на телефон как работает готовит смесь бетонную этот миксер и 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 вам и Как по мне, вот мой выбор за миксером. Даже пусть не этой торговой марки. Всем спасибо. Специально для форума «Строим дом». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok